На прошлой неделе американский фондовый рынок немного потрясло. Как можно заметить на графиках основных индексов, 22 апреля рынок содрогнулся резким отскоком почти на 1%. Причина такой повышенной волатильности заключается в заявлении Джо Байдена о намерении поднять налог для состоятельных американцев. Такое событие предвещает начало коррекции на фондовом рынке США, о чем уже давно говорят. Тем не менее, в лидеры рынка по росту выбиваются технологические компании. И даже в условиях остановки растущего многолетнего тренда, компании на примере Apple, Google, Netflix, Facebook могут сохранить положительную динамику. Чтобы разобраться в текущей ситуации и возможном сценарии рассмотрим фондовый рынок США детальнее. Несмотря на резкое падение почти на 1% в прошлый четверг, промышленный индекс Dow Jones смог быстро восстановить коррекцию. По итогам недели этот индекс вырос на 210 пунктов или на 0,7%. Сейчас торговля ведется чуть выше уровня 34 тысячи пунктов. Однако по прогнозам ожидается диапазон 33 800 – 34 480 до конца этой недели. Испугать инвесторов промышленных концернов может одобрение в Конгрессе решение об увеличении налогов на прибыль для состоятельных американцев. А большая часть из них – это акционеры и трейдеры. На рынке также витает призрак роста инфляции, особенно после огромных вливаний помощи гражданам США в форме наличных. И это нельзя не учитывать. Что касается индекса S&P 500, то здесь ситуация такая же. Только вот за неделю в целом этот индекс вырос на полтора процента. Сейчас торги ведутся на уровне 4190 пунктов, но уже к концу недели котировки могут снизиться до 4130 пунктов. Все же рынок не может расти бесконечно долго и без сильных откатов. Весь оптимизм от восстановления экономики, успехов в вакцинации, нового пакета помощи росту в 2 трлн долларов, стимулирования ФРС – все это уже заложено в цены акций крупнейших корпораций. И на данный момент нет фундаментальных поводов для продолжения сильного импульсивного роста. Однако котировки индекса могут застыть на одном уровне в случае положительного результата заседания ФРС США в этот четверг. А вот ситуация с технологическими компаниями складывается интересным образом. Индекс NASDAQ, который был отстающим в прошлой неделе, исправился и смог повторить максимумы февраля этого года. Таким образом, технологии – лидеры текущего экономического цикла. Такие компании, как Apple, Google, Netflix, Facebook находятся вновь в лидерах экономического роста и рынка. Сейчас NASDAQ торгуется на уровне 14150, а за неделю его котировки выросли на 2,5%. Предварительно торги на этой неделе будут вестись в диапазоне 13800 – 14300 пунктов. Теперь немного о корпоративных событиях. На эту неделю приходится публикация финансовых результатов самых крупных американских корпораций. Например, стало известно, что компания Tesla завершила первый квартал текущего года с рекордной прибылью. Доход за этот период достиг 10,39 млрд долларов США. Это станет стимулом для инвесторов, поэтому к ее акциям стоит присмотреться. Также на этой неделе свои отчеты опубликуют компании, общая капитализация которых составляет почти половину стоимости индекса S&P 500. Среди них такие гиганты, как Amazon, Alphabet, Apple, Tesla и Microsoft. По ним сохраняются положительные прогнозы. А вот некоторые производственные компании продемонстрировали смешанную динамику. Так, акции Kimberly-Clark потеряли почти 7% на фоне слабой отчетности. Причиной этого стало снижение спроса на средства гигиены, которые производит корпорация. Также опустились акции компании Intel. Финансовые показатели оказались чуть ниже прогнозируемых. Однако новые прогнозы по выручке за 2021 год уже были повышены, что может восстановить позиции гиганта. После объявления в четверг президентом США Джо Байденом планов по повышению налогов на инвестиции до 39,4% для богатых американцев, все три основных индекса США снизились. Но инвесторы решили, что и потенциальное повышение налогов не является помехой для локальных покупок. Формальным поводом оттянуть коррекцию стали хорошие данные по макро-статистике в Штатах, в частности высокий уровень объемов продаж нового жилья и возросший индекс производственного PMI. Сейчас можно с уверенностью говорить о достижении пика роста американской экономики уже в этом квартале. Именно это сейчас закладывается участниками рынка в растущие текущие котировки. Мы допускаем некую коррекцию фондового рынка по итогам заседания ФРС в среду, а также локальное укрепление курса доллара как по фундаментальным причинам, так и ввиду технической картины рынка. Вы смотрели недельный обзор финансовых рынков на канале Инстатв, в студии была я, Анна Касаткина. Всего вам доброго, до свидания.